За окном новая неделя! И с вами очередная подборка новостей из мира современных технологий и развлечений. Сегодня я расскажу вам о реактивном костюме, сверхбыстрых мягких роботах и роботах-уборщиках и дроне для отпугивания воров. А теперь об этом и многом другом чуть подробнее. Американский стартап Экто представил прототип роботизированных ботинок для ходьбы в виртуальной реальности. Они создают ощущение передвижения, но при этом пользователь остается на месте. Обувь состоит из легкого углеродного волокна и контроллеров Vive Tracker от HTC. Они нужны для отслеживания движений. В нижней части устройства располагаются вращающиеся пластины, которые поворачиваются в ту сторону, куда идет пользователь. Как только он ставит на пластину ногу, колеса отводят ее назад. Благодаря этому участник не двигается с места. Встроенная система тормозов срабатывает, когда пользователь останавливается и не позволяет ему упасть. Новинка уже прошла испытания на безопасность и стабильность. Создатели хотят сделать ее менее громоздкой и более легкой, чтобы запустить обувь-продажу в течение двух-четырех лет. Компания Polestar запустит серийное производство электрического лифтбека Precept, который был представлен в начале 2020 года. Новинку будут выпускать в Китае на экологически чистом предприятии. Электрокара снастят большим количеством датчиков, радаров и сенсоров. Компания Google разработает систему мультимедиа с искусственным интеллектом. В конструкции модели будут использованы уникальные материалы. Обивку сидений сделают из переработанных пластиковых бутылок, а напольное покрытие – из рыболовных сетей. Toyota представила новых роботов на Virtual Robotics Event. Они выполняют работу по дому с помощью машинного обучения. Устройство, подвешенное к потолку, вытирает кухонную поверхность. Другое – чистит телевизор. Роботы-уборщики находятся в импровизированном доме, который расположен в исследовательском институте Toyota. В компании рассчитывают, что когда-нибудь такие помощники выйдут на большой рынок. Ring, дочерняя компания Amazon, представила летающую камеру видеонаблюдения Always Home Cam. Она закрепляется на дроне и снимает помещение с разных ракурсов. Беспилотник может летать по дому по заданной траектории и транслировать запись на смартфон. После полета он возвращается на док-станцию. Камера записывает видео только во время полета. В случае вторжения в дом сработает сигнализация, и дрон подлетит к месту взлома, чтобы напугать вора. Новинка поступит в продажу в 2021 году по цене около 20 тысяч рублей. Компания Lenovo открыла предзаказ на первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. За устройство минимальной комплектации придется отдать 193 тысячи рублей. За эти деньги покупатель получит гибкий OLED-дисплей с разрешением 2К и диагональю 13,3 дюйма, 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт SSD для хранения файлов, процессор Intel Core i5-L16G7, графику Intel UHD Graphics и предустановленную операционную систему Windows 10. Перо и клавиатура в комплект не входят, их придется покупать отдельно. Максимальная комплектация с SSD на 1 терабайт обойдется в 240 тысяч рублей. В России он пока не продается. В Британии прошли испытания первого в мире реактивного костюма для спасателей. В качестве места была выбрана долина Great Langdale. Каждый год ее посещают до 15 миллионов человек. Если происходят несчастные случаи, спасателям трудно добраться до пострадавшего, мешает холмистый ландшафт. Костюм протестировал сам основатель компании-разработчика Ричард Браунинг. Он пролетел к импровизированному месту происшествия за 90 секунд. Пешком этот путь занял около 25 минут. Технологическая новинка работает на базе пяти мини-реактивных двигателей, два из которых встроены в блоки, прикрепленные к рукам. Она может развивать скорость до 136 км в час. Запаса топлива хватает на 5-10 минут. Мощность аппарата составляет 1050 лошадиных сил. Для полета необходимы специальные навыки и хорошая физическая подготовка. Международная команда исследователей из Германии и Австрии создала сверхбыстрых роботов из мягких материалов. Они разработаны на основе полимерно-магнитных полосок, управляемых небольшим магнитным полем с частотой до 100 Гц. Это позволяет устройствам выполнять различные движения. Ловить мух, кратковременно левитировать, захватывать и транспортировать объекты. Британская компания Zero Avia провела испытания шестиместного самолета Piper M350 на водородных топливных элементах. Во время первого полета у него не возникло проблем. Аппарат смог взлететь, провести полный цикл полета и безопасно сесть. Команда инженеров из США использовала машинное обучение и научила робота готовить омлет. Устройство все делает самостоятельно, начиная от разбивания яиц и заканчивая сервировкой блюда. При приготовлении оно задействует обе конечности – компьютерное зрение, зондирование и калькуляцию времени. Одной из проблем, по словам инженеров, была субъективность вкуса. Они не могли сказать роботу, что он достиг результата. Омлет был то очень вкусным, то в среднем, то нормальным. Поэтому создателям нужно будет настроить алгоритм партии, чтобы дегустаторы могли давать сравнительную оценку. Исследователи из Ельского университета разработали роботизированную ткань, которая меняет форму и жесткость в ответ на температуру окружающей среды. Чтобы придать материалу такие свойства, ученые создали несколько разных типов волокон и вплели их в обычную ткань. Первое волокно – эпоксидная смола, заполненная частицами сплава филда. Сплав филдса представляет собой легкоплавкий сплав, который становится жидким при температуре около 62 градусов по Цельсию. Материал можно нагреть, чтобы сделать ткань мягкой, а затем охладить до комнатной температуры, чтобы превратить в жесткую. Чтобы заставить материал двигаться, ученые вплели в него волокна из сплава с памятью формы. Его можно запрограммировать на запоминание определенного положения. Создатели уверены, что их новинку можно использовать для разработки саморазвертывающихся палаток или парашютов. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Пока!